Вчера хиляли по Бродвею, один чувак пластиночку подогнал, еще обещал шузы на каши и котлы штатские. Игорь, что ты сейчас сказал? Ну, говорю, вчера чучу на костях слушали, стеляли до утра почти. Доброе утро. Ну, знаешь, без перевода точно не обойдусь. А, держи презент, Герла. Тебе тут гугл-переводчик не помощник, конечно же. Между прочим, Герла это, ну, как бы девушка такая красивая. Ну, так раньше говорили, в 60-х, стеляги. Ну, такой ретро-стиль, что называется. Слушай, ну, про чучу можешь не объяснять. Это же произведение Гленны Миллера из кинофильма «Серенада. Солнечная долина». Вот именно на этой пластинке есть этот фильм. Да, этот фильм, кстати, стал культовым для советских стилях. Слышала я про такое. Да, сегодня в эфире четкая Герла Александра Байдачная. И пропахший бриалином Игорь Макарский. Да, не гуталином, а бриалином, прошу заметить. Все-таки мне приятнее всегда вспоминать те старые времена, когда, знаете, фотокарточку в рюмочку ставили, а не в интернете лайкали. Ну, как-то это все душевно было, а не нынешние цифровые технологии бездушные. А помнишь такую фразу «Откройте вам телеграмму»? Если ты забыл, это что-то вроде смс, только под роспись почтальон приносил прямо домой. К сожалению, сегодня отправить телеграмму уже нельзя по почте. Но услуга еще сохранилась в частных компаниях, и можно послать короткое послание в другую страну, в другой город. Например, приезжая завтра с ЗПТ, ждите в гости ТЧК, но и подобрать к этому посланию красочное музыкальное сопровождение. И вот тебе цена. 3 рубля за слово, плюс примерно 30 рублей за доставку. Ну, можно раскошелиться на большое сообщение, если очень хочется. Держи тебе такую посылочку в виде телеграммы. «Сообщите сводку, когда сойдет снег с ТЧК. Пора ли шапку снимать с ЗПТ?» Это нашим синоптикам отправляется телеграмма, так что узнаем прогноз погоды ТЧК. 2 апреля в Самарской области сохранится теплая погода. Ожидается переменная облачность без осадка. На севере и западе региона в дневные часы температура воздуха будет от 2 до 5 градусов выше нуля. На востоке и юге до 6 градусов тепла. Ночные часы на всей территории области около нуля. Днем в областной столице Итальятти будет облачно без осадков. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла. Ночью 2 градуса выше нуля. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Кстати, говоря про ту пластиночку, которую я тебе подогнал. Ну, знаешь, где ее послушать? Тумане приложу. Вот, а у многих эти пластинки остались и лежат пылятся. А ведь примерно один раз в 2 месяца в областной юношеской библиотеке, что на проспекте Ленина можно собраться в команде компаний единомышленников и послушать те самые пластинки. Любые. Ставят рок, фанк, фольклор, джаз, все что угодно. И называется это грубология. Да, ну, тем же самым можно заняться еще и в кафе. Да, в одном из самарских кафе открылись подобные встречи. Там и лекции вам прочтут. И пообщайтесь с ребятами, кто тоже увлекается этим ретро-направлением в музыке. Ты знаешь, а у меня ретро ассоциируется в первую очередь со старым добрым кином. Ведь эти фильмы такие атмосферные, они стильные. Так вот, посмотреть старые добрые кинофильмы можно в рамках Кинолектория «Лучшие фильмы на свете» в киноклубе «Треугольник». В коллекции клуба кадров есть картины, Чаплина. И попасть на какой-нибудь старинный фильм можно также и в киноклубе «Ракурс» в рамках рубрики «Отборные кадры». А в Тольятти черно-белые ленты транслировали для всех желающих прямо на стену культурно-досугового центра «Буревестник». Это было в прошлом году. Обещают, что в этом году продолжится. Ходят слухи, что там же, в Тольятти, сохранился павильон в парке Комсомольского района со старыми игровыми советскими автоматами. Да-да, теми самыми морской бой, скачки. Наверняка ты играл. Можете сходить на разведку, если таковые. Наша задача сохранить не только наследие прошлых прожитых лет наших родителей и прародителей, но и себя самих. А для этого нужно делать простые движения. Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня снова проведем очередную утреннюю зарядку с кинап-веллесс. И начнем. Первое упражнение – это наклоны «Good morning». Для этого нам понадобится бодибар. Берем бодибар. Руки чуть шире плеч. Располагаем его на середине трапеции. Исходное положение – колени немного подсогнутые, зафиксированы. В пояснице прогиб тоже зафиксирован. При наклоне вдох, таз уходит назад. При подъеме – выдох. Закончили. Для следующего упражнения нам снова понадобится бодибар. Берем его на ширине плеч. Целевая мышечная группа дельты. И выполняем тягу к подбородку. Локти поднимаем вверх. Вверх – выдох. Опускаем вдох. Поднимаем до уровня груди. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Закончили. Третье упражнение – отжимание от пола с узкой постановкой рук. Располагаемся на коврике. Руки ставим на ширине плеч или чуть хуже. При опускании локти идут в двор корпуса. При опускании вдох. При подъеме – выдох. Вот выдох. Целевая мышечная группа – трицепс. Девушки могут выполнять упор из колен. Закончили. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. До изобретения электричества, газовых плит, холодильников и прочих разных штуковин существовало такое количество интересных профессий, которые, к сожалению, канули в лету. Вот именно о них сейчас мы и поговорим. Трудно себе представить, что когда-то актуальной была профессия «человек-будильник». Это такие специальные люди, которые каждое утро будили заказчиков. Для жителей в верхних этажах использовали специальные бабуковые палки. Эти люди стучали в окна до тех пор, пока клиенты не показывали, что они уже проснулись. Ну, а вот о холодильниках, о которых я уже говорил, вместо них справлялись следующим образом. Резали лед прямо из озер, из рек. Эти большие кубы льда доставляли заказчикам и хранили в них продукты. Нелегкая, надо сказать, профессия была. Или вот, например, «человек-радар». Да, когда появились самолеты, предупреждали о них специальные люди, которые в акустические зеркала слышали эти самолеты, приближающиеся издалека. А у нас в губернии служили фонарщики до изобретения ламп. Все фонари зажигались этими замечательными людьми. В фонаре горел огонь, зажигали, тушили, заправляли. Их фонарщики – романтичная профессия. Вот еще одна профессия, которая, опять же, осталась в прошлом, но в том же самом прошлом очень сильно привлекала внимание мужчин. Это телефонистки. Телефонистками могли стать девушки особенные. Во-первых, они должны были быть из хороших семей, воспитанные, культурные, сдержанные и еще высокие. Ну, то есть, прям модели. Высокие они должны были быть для того, чтобы дотянуться до самых верхних дырочек, куда нужно было воткнуть штекер. В общем, завидные невесты, надо сказать. Это точно. Ну, а еще больше исторических фактов в нашей рубрике «Календарь губернии». На календаре 2 апреля. 2 апреля 1862 года на реке Самаре произошел резкий подъем уровня воды, которая взломала лед и унесла вместе с ним вниз по течению в Волгу 27 судов. Пароходы и баржи принадлежали обществам «Нептун», «Волжско-Камская», «Дружина» и частным лицам. В то время безопасной гавани для зимней стоянки судов губернии еще не было. Она появилась только спустя 30 с лишним лет. Поздравление с днем рождения сегодня принимают Габибулла Рободанович Хасаев, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, ректор Самарского государственного экономического университета. Ровно 210 лет назад, 2 апреля 1805 года, на свет появился известный датский писатель-сказочник Ганс Христиан Андерсон. Начиная с 1967 года, в день его рождения во всем мире отмечают Международный день детской книги. Второй день апреля подарил миру и других знаменитостей. В их числе французский писатель-романист Эмиль Золя, советский и российский джазовый музыкант, дирижер, композитор Олег Лундстрем, актер театра и кино, тот самый доктор Барменталь из фильма «Собачье сердце» Борис Плотников, советский артист-цирка, дрессировщик Вальтер Запашный и многие другие известные люди. Именинники дня сегодняшнего – Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Просковья, Светлана, Севастьян, Сергей и Ульяна. По народному календарю сегодня день фатиньи колодезницы, русский вариант этого имени – Светлана. На Руси в этот день особо почитали колодезную воду. Наши предки полагали, что на фатинью она приобретает целительные свойства. Обязательно нужно было умыться водой из колодца, чтобы излечиться от разных недугов. Кроме того, в этот день славили лен – главного поставщика ткани для крестьян. С утра на улицу выносили красивые льняные вещи, развешивали их на заборах и калитках, а ветки берез украшали рушниками. Девушки же водили хороводы с длинными льняными полотенцами, которые было принято использовать на свадьбах. Считалось, что этот обряд привлекает достойных женихов. Желаем вам счастья и успехов во всех делах. Уважаемые, вы наши! Присылайте же фотографии. Свои, интересные. Ну, а мы оценим, обсудим и покажем. Ну, а сегодня в рубрике «Яркие кадры» фотографии Жигулевской ГЭС, пожалуйста, с высоты птичьего полета. А также фото Вадима Кондратьева «Сброс воды» на Жигулевском водохранилище. Строили ГЭС в далекие 50-е годы. Причем в довольно-таки быстрые сроки. Это масштабное сооружение появилось за 7 лет строительства. Да, много воды с тех пор утекло. Но надо заметить, что и Тольяттинской детской художественной школе тоже немало лет. За 25 лет накопилось огромное количество работ. Собрали вот за этот промежуток, за четверть века. И устроили выставку. Как детишки тряхнули стариной. Посмотрим сюжет. Этот столовый сервиз мог бы украсить безумное чаепитие шляпника из «Алисы в стране чудес». С одного блюдца на другое путешествуют неведомые животные. Молочник и сахарница в образе короля и королевы. А какие фантастические угощения. Композиция «Чай с приключениями». Коллективное творчество учеников художественной школы. Так будущие искусствоведы представляют себе сказочный кофе-брейк. Одно дело – придумать. Другое – слепить, покрыть глазурью и обжечь. На создание скульптур ушел не один месяц. Зато каков результат? Это можно бесконечно играть. Мы очень с восторгом лепили. Там и пироженки, и эти зверушки, бегающие по столу. У нас было очень весело. В соседнем зале детской картинной галереи расположилась живопись. Отличить работы Тольяттинской школы от любой другой можно по смешанной технике исполнения. На одном полотне гармонично сосуществуют, на первый взгляд, несовместимые материалы. Черную тушь разбавляет красочная акварель, а простые карандаши – масляная пастель. У нас принято смешивать различные. И детям это нравится, им интересно работать. Мы работаем как будто элегуаршем. Мы не можем просто кистью написать. Мы можем покатать валиками, мы можем делать штампами, различными отпечатками. И работы получаются более фактурные и выразительные. И у ребят просыпается интерес. То есть у них нету скуки какой-то. Выставка «Шаги в искусство» приурочена к празднованию юбилея Тольяттинской детской художественной школы. Экспозицию составил Золотой фонд работ за 25 лет. История этого учебного заведения началась с маленькой студии керамики. Сейчас, помимо живописи, графики и композиции, любой желающий может обучиться графическому дизайну и архитектуре. Не так давно произошло знаковое событие. В творческой мастерской присвоили имя художника мирового масштаба Марка Шагала. Мы уже давно это поняли, что нужна необходимость применования, потому что школа занимается очень всевозможными направлениями, помимо керамики, это архитектура, компьютерная графика, это само и академическое образование. И наши длительные достаточно переговоры, это комитет Марка Шагала в Париже и всевозможные, мы вошли в процедуры, и два года назад мы получили имя Марка Шагала. Выставка «Шаги в искусство» открыта до 12 апреля. Татьяна Пецина, Вячеслав Потоцкий, программа «Утро губернии». А вот спросить подрастающее поколение, как шумел в свое время не камыш, а модем, или как звучал дискеток при загрузке, так они таких и слов-то не знают. А мы сейчас не только напомним, но и послушать дадим. Пожалуйста, модем. Помнишь эти сладкие сердцевые звуки? Так, кассета в магнитофоне. Да, знакомое шипение. Или вот, пожалуйста, дисковый телефон. Патефон на очереди. Твоей бы бабушке понравилось. Пленка в фотоаппарате. Ну, это я помню. Ну, а вот так звучал новый роман, звук нового свеженького произведения. Печатная машинка. Так вот, чтобы человечество сохранило память о всех технических разработках прошлого, открыли такой виртуальный музей. Европейские блогеры. Можете зайти на сайте, посмотреть, послушать. Как удивительно, звуки возвращают в атмосферу. И всплывают в памяти сразу образы и даже запахи. Но, правда, вот еще один такой предмет из старины остается и в каждом доме до сих пор есть. И сдавать его ни в какой музей не нужно. Потому что он актуальный и поныне. Я говорю про гитару. Грушинское утро вечно актуальный. Как за меня матушка Все просила Бога Все поклоны била, ой, целовала крест А сыночку выпала и дальняя дорога Хлопоты бубновые Пиковый интерес Журавль по небу летит Корабль по морю идет А кто меня? Куда влекет по белу свету? И где награда для меня? И где засада на меня? Гуляй, солдатик Ищи ответу Журавль по небу летит Ой, куда мне деться? Дайте отлететься Спереди застава Сзади западня Красные, зеленые, золотопогонные А голова у всех одна-то Как и у меня Журавль по небу летит Корабль по морю идет А кто меня? Куда влекет по белу свету? И где награда для меня? И где засада на меня? Гуляй, солдатик Ищи ответу Журавль по небу летит Где только не был Чего я не отведал Березовую кашу Крапиву, лебеду Только вот на небе Я ни разу не обедал Господи, прости меня Я с этим обожду Журавль Корабль 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 А кто меня? Куда влекет? По белу свету И где награда для меня? И где засада на меня? Гуляй, солдатик Ищи ответу Журавль по небу летит Корабль по морю идет Журавль по небу летит Корабль по морю идет Журавль 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 Жили и были Неверные люди Жили и были Неверные люди Не верали Верали Господу Богу, не верали Господу Богу, а верали проклятому смуту. А верали проклятому смуту, жила-была у домушки дочка, жила-была у домушки дочка, а верила Господу Богу. А верила Господу Богу, пошла она в чистое поле, пошла она в чистое поле. Стала она смута проклинати, стала она смута проклинати. Летит тот смут, нечистая сила. В зубах его с огнем папироса, в зубах его с огнем папироса. Стала она Бога призывати, стала она Бога призывати. Аплодисменты здесь звучат, но мы тоже поаплодируем. Уважаемые друзья, рады представить вам сегодня у нас в гостях Надежда Байских, Надежда Малыванова, Наталья Павлова и этот удивительнейший инструмент, который называется Лира Колесная. Колесная Лира, да, совершенно верно. Здравствуйте. Здравствуйте. В слове Лира сразу возникает ассоциация с античной Грецией. Откуда ваш инструмент родом? Этот инструмент общеевропейский. Он пришел к нам из Европы. Вообще, он сначала был размера побольше, конечно, намного больше, и его носили два человека. То есть, чтобы на нем играть, ну, он, в общем, в принципе, уже сведения об этом инструменте есть с 12 века. Был он в Европе. Один человек крутил вот эту ручку, колесо вращал, да, другой играл на вот этих вот клавишах. Но со временем он стал вот таким вот, и на нем стал играть один человек. В основном в Европе, конечно, этот инструмент используется для того, чтобы петь песни и танцевать. То есть, звучали валынки, звучала колесная лира. Вообще, в Европе существует около ста разновидностей колесных лир. Но звук такой протяжный, да? Это все равно смычковый инструмент получается. Да, 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 совершенно верно. Я даже вот сейчас открою вам некоторые секреты. Это, соответственно, само колесо, которое крутит... Да, оно является смычком. Посмотрите, по форме, конечно, колесные лиры похожи на большую скрипку, да? Похожись на все сразу, на клавишный инструмент, на гитару, на скрипку, на все вместе. То есть, да, колесо вот это вот крутится, задевает струны, да, на которых намотана шерстяная нитка. Это служит как бы смычком. Вот эти вот клавиши, они... Вот есть такая вот основная струна, средняя, да, тут всего три струны. Основная струна – это вот голосовая струна, называется, которая, собственно говоря, на ней производится мелодия. Остальные струны являются бурдоном к этой струне. В общем, вот тут такие вот флажочки есть, которые, вот, смотрите, я нажимаю, например, да? Они зажимают, а, ну, соответственно, получается нота. Внимание к лире привлекли, что называется, вот я в нее влюбился уже в эту лиру, в этот инструмент, и очень хочется ее еще раз услышать. Можно узнать, где вы выступаете, как, куда прийти и где послушать вживую? Да, хотелось бы сказать, что вот наш коллектив, Надежда Баевских, Наталья Павла и я, мы совершенно недавно вместе, да, то есть надо сказать вот что, как использовался этот инструмент у нас на Руси. Пришел к нам из Европы в конце 16 век, сначала на Украину, потом в Белоруссию, потом к нам уже в Россию. Пели, ходили певцы бродячие, калеки-перехожие назывались они, и пели духовные песни. А вы-то где поете? А мы поем, куда нас позовут? Нет, но в основном вообще мы коллектив духовной и народной музыки. Так случилось вообще воле и судя, потому что мы каждый принес что-то свое в коллектив. Я, допустим, занимаюсь традиционной народной песней. Надежда поет у нас духовную музыку, духовные стихи. Наталья у нас поет в церкви, регентует там. Поэтому все как бы не случайно. И мы, допустим, народные песни традиционные мы поем, как бы я вдохновляю. Духовные стихи мы поем в нашем репертуаре, надежда нас вдохновляет. Но интерес сейчас к духовной музыке мы вот видим, наблюдаем у нас в Самаре, и нас приглашают в храмы. То есть мы там поем, мы поем, мы даем сольные концерты вообще отдельно духовной стихи. Да, иногда бывают концерты в центре русской традиционной культуры. Ну, значит, будем ловить вас там. Мы рады, что мы выполняем свою культурную миссию в нашей программе. Познакомились. Спасибо, что вы пришли. Далее у нас новости в нашей программе. В эфире новости губернии. В студии Татьяна Потоцкая. Доброе утро. Губернатор Самарской области в Москве в качестве руководителя рабочей группы Госсовета России принял участие в совещании по подготовке очередного заседания. Также участвовали помощник президента страны, секретарь Госсовета Игорь Левитин, представители федеральных министерств и полномочные представители президента в федеральных округах. Социальные пособия в Самарской области будут распределять по новой схеме. Не целым категориям граждан, а адресно тем, кто нуждается в поддержке больше всего. Об этом говорили на итоговой коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики. Некоторые получатели социальных пособий нам говорят, что когда он происходит по категориальному принципу, то люди говорят, а зачем мы? В принципе, да, мы относимся, например, к числу многоодетных, но мы не нуждаемся в тех выплатах, которые есть. Пусть они лучше перераспределятся тем, кто в этом действительно нуждается. 2014-й для соцструктур был непростым. В ведение министерства перешли все сиротские учреждения региона. Несмотря на кризис, не снизилась ни одна выплата населению. А самое значимое достижение демографической политики прошлого года – рост постоянной численности населения. Такое в регионе впервые за 18 лет. Ваша служба находится на острие, на пике, в том числе и последний год. Показал, что вам доверяет губернатор, вам доверяет правительство. Память на помойку. Жители Сызрани обнаружили портреты ветеранов Великой Отечественной на свалке. Находки показали местным властям. Активисты ЛДПР информацию обнародовали, и факт подтвердился на фотографиях героя Советского Союза. Сейчас ведутся поиски родственников ветеранов. Некоторые уже вышли на связь, а вот кто посмел так с историей, еще предстоит выяснить. Впрочем, тут скорее моральный аспект. И все же обидно. Екатерина Алексеева о тех, кто все-таки не забыт. Публикация в местной газете шокировала. 15 портретов героев Советского Союза, жителей Сызрани, нашли среди мусора. На этой фотографии Юрий Федотов сразу узнал своего отца. Глава семейства всегда и во всем был примером. Спокойный, мужественный и до фанатизма любящий родину. Отучился в разведшколе и сразу на фронт. Не исполнилось и 18-ти. В год начала войны ему было 17 лет. Но он, как все молодые патриоты, стремился на фронт. Ему отказывали, не брали. Но он вот попал, умудрился. В Саратской области, я не помню сейчас какой город, была мобилизация молодежи. Он туда приехал, немножко прибавил, что ему 18, он был крепкий, крепкого телосложения. И попросился в развед войска. А спустя 70 лет фотография Василия Николаевича и еще 14 солдат-победителей оказались совсем не там, где должны находиться портреты героев. К нам в приемную обратилась женщина и сообщила о том, что найдены портреты, которые она назвала портреты ветеранов. И на следующий день она принесла нам их в приемную. Мы, конечно, удивились качеству изготовления портретов. Это ментал-керамика. По сообщениям, они были найдены на свалке, в поселке Западном. Эти портреты. Неизвестно, как они там оказались. В ситуации сейчас разбираются местные власти и депутаты городской думы. В год 70-летия Великой Победы поступок неизвестных пока людей кажется еще более кощунственным. Портреты уже передали в администрацию Сызрани. В ближайшее время фотографии разместят на мемориальной доске. Екатерина Алексеева, Александр Дудко. Новости губернии. За этой историей мы обязательно будем следить. А пока наша постоянная рубрика. Наши корреспонденты продолжают вести календарь Победного 45-го. Вместе считаем дни до Победы. 2 апреля 1945 года. 1381-й день войны. Войска 2-го Украинского фронта завязывают бои на подступах к чехословацкому городу Топольчаны. Утром советские подразделения под прикрытием артиллерийского огня переправляются через реку Нитру и врываются в город с севера. В юго-западнее озеро Балатон войска 3-го Украинского фронта прорывают вражескую оборону на подступах к городу Надьканижа и заходят на его восточные окраины. Сильным ударом с трех сторон наши части наносят немцам тяжелый урон и вынуждают их поспешно отступить. Город Надьканижа, центр нефтяной промышленности Венгрии, полностью очищен от противника. Авиация Краснознаменного Балтийского флота атакует немецкие суда в Данцикской бухте. Отмечено прямое попадание бомбы в крупный военный корабль фашистов. До нашей победы оставалось 37 дней. И пока на этом все. Увидимся. Доброе утро, губерния! Вас вновь приветствует герла Александра Байдачна. Игорь Макарский. Сегодня мы путешествуем в прошлое, вспоминаем ретро-стильный, но а сейчас у нас время добрых самарских новостей. И вот вам первое. Стадион, который готовится к Мундиалю 2018 года, начал и планомерно продолжает свое строительство. Уже залили фундамент, а обещают его достроить всего-навсего через два года. Хочется верить, что они успеют. Они. Самое главное, он получил название. Космос-арена. Теперь у нас будет такой вот объект в нашей губернии. Но у меня тоже новость. Теперь в тур по городам и весе можно отправиться на поезде. В программу входит проезд в купейном вагоне, транспорт, экскурсии, входные билеты в музеи и питание в пункте назначения в том городе, куда вы пребываете. Например, на майские праздники можно посетить город-герой Волгоград и, соответственно, принять участие во всех праздничных мероприятиях. Можно также съездить в Казань, в Санкт-Петербург. Ну и, конечно, подороже обойдется тур по Транссибу с экскурсиями во всех крупных городах. 15 дней от Москвы до Владивостока или 21 день от Москвы до Пекина. Центральная Россия, Сибирь, Байкал, Дальний Восток. Стук колес и романтика. 21 день в путешествии. Про цены ничего не будем говорить. Узнавайте сами, удивляйтесь. Самарские пляжи начали готовить к купальному сезону. Официальных купальных зон будет 8. Там, естественно, установят поплавки для детей. Там установят спасательные посты. Ну, в общем-то, спасатели непосредственно тоже обещают красивых. Так что, Саша, готовь купальник. Есть. Да, действительно, с пляжами нам очень повезло. Самара чуть ли не редчайший пример Волжского города, в котором искупаться можно прямо в центре города. Но так было не всегда. 100 лет назад берега Волги представляли себя достаточно унылую картину. Склады, сараи и мусор захламляли практически всю береговую линию. Ну, а люди купались в специальных купальных. Правда, приходилось немножечко раскошелиться. Ну, вот в тот момент, когда надоело раскошеливаться, все вместе, как говорится, всем миром собрались. И в 1956 году все-таки сделали для всех жителей первую очередь набережной. Так сказать, вот старая набережная, которая была от Некрасовского до Ульяновского спуска. Здесь появился первый оборудованный в Куйбышеве пляж. Ну, а вскоре открылись вторая и третья очередь. Особенно везло заводчанам Кенапа, которые от цеха до воды добегали за 5 минут. Поработал, искупался, искупался, поработал. Да, лето уже не за горами, пора действительно подумать о пляже. Навигация в этом году открылась по расписанию. Весна проходит без происшествий. А вот как выглядела столица губернии много-много лет назад. Ледоход на Волге в апреле 51 года. Идем дальше. Это улица Куйбышева весной 1959-го. А вот люди вышли на субботник на площади Кирова. Не поленились. Ну, а следующая фотография иллюстрирует половодие 1979-го года, когда большая вода разбушевалась не на шутку и не пощадила никого практически. А я люблю смотреть старые фотографии, особенно где там есть девушки. И представлять, как бы они выглядели сегодня. Ведь там они такие черно-белые, естественные, не накрашенные. Вот, например, сейчас представьте, да? Какие очаровательные. Ну и если у вас в архивах обнаружились пленки, которые завалялись еще с тех времен, тогда не теряйте время и проявляйте их скорее, и печатайте фотографии. Сделать это можно в Самаре, в районе Самарской площади есть специальный магазин. Ну, а в Тольятти, в старейшем фотосалоне на Карла Маркса, также предоставляют эту услугу. Проявляют старые пленки, печатают фотографии. И будет у вас эксклюзивный такой привет из прошлого. Ну, а наша Елена Шишкина передает привет из театра. Она по-старомодной традиции ходит на премьеры. Наверное, и биноклем пользуется. Ну, а что она в него увидела, посмотрим в ее сюжете. Поддерживая репутацию самого передового театра города, Самар подарил зрителям новый и снова непохожий на все прежние спектакль «Свет, луна». Почти все время, что актеры находятся на сцене, они поют. Пьеса вся на трех страницах уместилась. То есть тут не столько текста, сколько действия. Я думаю, это очень хорошо. Тем, что она игровая, что там нет никакой болтологии, там постоянно что-то происходит. Замечательные песни, которые Егор привез, их разучили. Причем песни все больше незнакомые. Они собраны во время этнографической экспедиции по югу России и впервые звучат на Самарской земле. Идея включить их в постановку принадлежит молодому режиссеру, приглашенному театром. Это такое сочинение вокруг руссконародной волшебной сказки. И я бы даже сказал, что частично сочинение вокруг Владимира Яковлевича пропов. Замечательного фольклориста, который просто как-то разобрался здорово со сказкой. Какие-то нашел невероятные законы. И это такая немножко ода игре и ода театру. Впервые Даниил познакомился с Самартом, когда приезжал поучаствовать в работе знаменитой режиссерской лаборатории. С тех пор молодой режиссер успел поработать в разных театрах от Камчатки до Калининграда. И вот снова оказался в Самаре, чтобы попробовать не совсем привычный для себя жанр детского спектакля. Хочется наших детей воспитывать на советских мульчиках или на русских народных волшебных сказках. И сейчас время такой интерпретации, время какого-то пересмысления всего. А здесь мы, наоборот, пытались сохранить вот эту такую чистоту, простоту, наивность волшебной сказки. И при этом, чтобы это было современное любопытно, чтобы в этом не было такого нафталина. Собственный режиссер считает, что нет и не должно быть разницы между спектаклем для детей и постановкой для взрослых. Случайно в программке нашей сказки написано, да, там ставится плюс 6, как это полагается. Но Данилу предложил, и мы это воспользуемся, от 6 до 106. Очень символично. Зритель един. Что до актеров театра, то они рады не только возможности поработать с новым режиссером, который всегда дает шанс по-иному проявить свой талант, но и тому, с каким замечательным музыкальным материалом удалось встретиться. Я думаю, что несколько готовых номеров театр будет всегда для встречи иностранных гостей. Тушки, капушки, я себе приступши. Ура 40 дорогов, 40 учеников, 40 дружеников. Елена Шишкина, Сергей Александров, Утро губернии. Доброе утро, дорогие друзья. Приветствуем следующих гостей у нас в студии. Ирина Суханина, ученый-секретарь музея детской картинной галереи и Валерий Викторович Грищенко, коллекционер. Доброе утро. Здравствуйте. Ирина, вопрос к вам. Особняку Клотов, в котором находится ваша картинная галерея, уже больше 100 лет. Да. Что удалось сохранить из интерьеров, из реальных? Да, учитывая нелегкое прошлое, которое было у этого особняка, чего там только не было перед тем, как вы туда приехали. Что вы там увидели и что сейчас там есть? Ну, приехала, конечно, не я, потому что музей работает уже 25 лет. То есть в этом году мы будем праздновать 25-летие детской картинной галереи, которая находится в особняке. А сам особняк построен в 1898 году. Если вы идете мимо него, то на флюгере вы можете увидеть эту дату. И у нас есть одна комната, один зал в музее, в котором собраны разные интересные предметы интерьера, какие-то музыкальные инструменты, документы, связанные с историей этого дома, с его постройкой, с его первым хозяином, инженером Клотта. И если вы придете, то, в принципе, вот в одном из залов, потому что в остальных залах у нас сменные выставки, потому что мы работаем по принципу галереи, но с историей дома и с историей того времени вы сможете познакомиться. Печи, камин. После последней реставрации, например, где-то нам реставраторы оставили старинные подоконники. У нас есть зеркало венецианской работы, в которое смотрелся Клот. То есть и даже те вещи, которые не удалось сохранить. Мы говорим часто с посетителем, что дом строился около 8 месяцев, а реставрировался он 8 лет. И вот отдельные предметы от оконных замков, дверные ручки, лепнина, двери, резьба на дверях, все это при реставрации довольно тщательно воспроизводилось, то, что возможно сохранить, сохранялось. Поэтому в доме, вот вы можете увидеть, сохранилось вот это как раз зеркало в старинной раме, раме венецианское. Среда того времени создана. Где-то она подлинная, где-то она воссозданная, но она есть в этом доме. В этой среде, в этой атмосфере чувствуется дух прошлого. Может быть, в том же самом зеркале можно не только себя увидеть, но и того самого Клота, который там призраком из-за угла машет. Ну, это зависит от воображения, смотрящего. Прервемся ненадолго на наш традиционный опрос. Субтитры делал DimaTorzok двигаться с прогрессом, и то есть, если это ушло, то должно остаться в прошлом. Ну, мы продолжаем. Валерий Викторович, вопрос к вам. Вы коллекционируете знаки отличия прошлого. Сколько предметов в вашей коллекции вообще расскажите о вашем увлечении? Ну, я с детства занимаюсь коллекционированием. У меня как бы душа лежит к собирательству, к поиску чего-то нового, забытого, старого. А что такое знаки отличия? Это медали и ордена или что? Знаки отличия – это понятие очень широкое. Значки ГТО? Для меня знаки отличия – это предметы униформы царской армии, скажем так. Либо первых лет советской власти. Значки ГТО – это тоже своеобразные знаки отличия, но в нашем видении это немножко утрированно все. А по-нашему, отличие знаков царской армии, разные предметы, погоны, коллективные награды, которые носились на главных уборах за определенные военные действия – вот это как бы предметы интересного коллекционирования с очень богатым прошлым, о которых можно говорить буквально часами. А вы знаете правду, что гусары на своих киверах или киверах, как это правильно носили, черепа? Это вы такой у него значок был. Это правда. И, кстати, у нас в Самаре стоял 5-й Александрийский гусарский полк, у которого на главном уборе, на кивере, вот такого размера был череп с костями. Вот это да. То есть веселый Роджер такой прям. Ну, не веселый Роджер, но это знак отличия, то что они могли воевать до самого-самого последнего. И это очень была часть такая знаменитая в российской бедовской армии. И стояла она в Самаре у нас. Вот это да. Ну, а в вашей коллекции, что, наверное, самое интересное с вами, Роджер? Ну, в моей коллекции, как бы, для меня, как коллекционеров, все интересно. Коллекция насчитана, там, несколько тысяч экземпляров. Есть направление моей коллекции. Это, допустим, форменные пуговицы. Казалось бы, такой маленький предмет, как пуговица. На самом деле, это очень большой, емкий предмет. По небольшому предмету можно определить ведомство. Примерный чин, носящего примерное звание, и кому оно принадлежало. Да, и вот у меня их порезали несколько тысяч, только одних пуговицы. Затем нагрудные знаки должностные. Все мы знаем, что дворники, сторожа, полицейские носили нагрудные знаки. И там указывалась должность, и примерно его участок, где он службу нес. Различные знаки на главные уборы. Кокарды, орлы, погоны, опять же, повторюсь, российской императорской армии. Они представляют в себе сочетание золота и серебра, различных вензелей императоров, императриц. Это очень такая манящая картина смотреть, наблюдать, осязать, строгать все эти предметы. От них исходит такая аура, аура. Что очень хочется, это смотреть и трогать. И, Валерий Викторович, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышишься. Вот одна из коллекций, которая представлена в особняке Клота. Приходите, смотрите, уважаемые друзья, не проходите мимо этого удивительного здания. Спасибо вам за то, что сегодня пришли к нам утром. Хорошего дня, ну а мы продолжаем. Наши бездельники коллекционируют, между прочим, интересные события. И к их советам нужно обязательно прислушаться. Всем привет, это обзор самых интересных событий недели по версии бездельников. 2 апреля в АДО выступит Ирина Богушевская, будут лучшие песни и новая программа «Цветы и радуги». 4 апреля в «Звезде» выступит команда Трубецкой. Как известно, 1 сентября 2014 года «Ляпис» Трубецкой растворился в Нирване, оставив после себя наследство в виде команды Трубецкой уже без их лидера Сергея Михалка. Так вот, это будет первое выступление новорожденной команды в нашем городе. Теперь возвращаемся на пару дней назад, 3 апреля, в «Звезде» выступит группа «Помпея». Группа «Помпея» признается одним из самых ярких явлений в российской музыке за последние 10 лет. И нет ни одного уважающего себя модника или модницы, которые бы не слышали песен этой команды. «Помпея» «Помпея» родилась в 2007 и с тех пор поступательно и динамично набирала популярность. Были записаны 5 мини-альбомов и 4 больших пластинки. За это время команда успела стать одним из флагманов инди-рока постсоветского пространства. Их треки звучат поразительно в унисон характером слушателей. Это мелодичные песни с размеренным ритмом, органичной, недавящей вокальной партией и англоязычными текстами. Кстати, ребята отмечают, что много времени проводят в Соединенных Штатах, в том числе для того, чтобы шлифовать слова своих песен. И им это определенно удается. Даже зарубежные коллеги немало удивляются, узнав, что «Помпея» — это российская группа. В 2015 году Помпея выпустила свой новый альбом под названием «Real» на американском лейбле «No Shame». И это круто. Согласитесь, не каждый день и не каждая наша российская команда получает широкое признание там, за рубежом. Как это уже точно произошло с группой «Помпея». Гороскоп. Овны, воспользуйтесь нежданным затишьем в рабочих делах, передышка будет недолгой. Поэтому порадуйтесь на полную катушку. Погода шепчет. Тельцы, вы настолько поглощены мыслями о личной жизни, что рискуете провалить все рабочие планы. Как хотите, но отвлечься надо, иначе коллапс по всем фронтам. Близнецы, при малейших признаках хандры безжалостно ее искореняйте. Свежими соками и кофе, бананами, шоколадом, музыкой и прогулками, а главное общением с оптимистами. Раки, сегодня у вас день отзеркаливания. Все, что вы посылаете в мир, тут же к вам вернется. Поэтому постарайтесь думать только о хорошем. У львов ленивый день во всех отношениях. Но расслабляться не стоит. Пара мышечных и интеллектуальных усилий, и вы незаметно втянетесь в работу. Увидите, вам понравится. Девы, климат в отношениях с человеком, который держался с вами холодно сегодня, значительно потеплеет. Радуйтесь. Круг ваших друзей расширился. Весы, внимание, вам могут поручить самостоятельное дело, от успеха которого зависит дальнейшая карьера. Мобилизуйте все свои умственные способности и амбиции. Такой шанс выпадает редко, как дождь в пустыне. Скорпионы, а вам пора задуматься об отпуске, пусть даже далеком. Это скорее психотерапевтическая мера. Мысль о ласковом море в золотом песке повысит настроение, а заодно и работоспособность. Стрельцы, день похож на бесконечную прямую. Ни событий, ни особых эмоций, ни значительных встреч. Такова геометрия вашей жизни на сегодня. По крайней мере, знаешь, чего ждать. Козероги, если вы давно мечтаете о крупной покупке, сегодня самое время окончательно решить, нужно вам это или нет. Какое-то внешнее обстоятельство поможет новыми глазами посмотреть на список ваших потребностей. Не исключено, что без этой покупки вы почувствуете себя гораздо счастливее. Водолеи. Реанимация старых отношений – дело неблагодарное. Звонок после долгого молчания может выбить вас из колеи, прежде чем соглашаться на пару чашек кофе. По старой памяти подумайте, оно вам надо. Рыбы. Пора доставать из шкафа весенний гардероб. Яркие цвета не только порадуют глаз, но и просигнализируют окружающим. Я жив и здоров, весел и готов к общению. И не важно, красный или зеленый. Главное – не серый. Ну что ж, батенька, нам пора прощаться. Не смею вас задерживать, сударыня. С вами были этим утром присыпанный нафталином Игорь Макарский. И, как всегда, новенькая из иголочки Александра Байдачиной. Так что, уважаемые друзья, никаких вам новогодних пока. Разрешите откланяться. Благодарим фитнес-клуб Киноп-велнос за помощь в проведении съемок. Субтитры подогнал «Симон»!